Сегодня утром в Москве, на 79-м году жизни скончалась, знаменитая советская и российская актриса, народная артистка России, Раиса Рязанова. Ее уход оставляет пустоту в сердцах многих поклонников и любителей российского кинематографа. Раиса Рязанова была не только талантливой актрисой, но и сильной женщиной, которая преодолевала трудности и верила в свои силы. Раиса Рязанова начала свою кинокарьеру, сразу в главной роли, играя Гулю Королеву в одноименной картине. В ее молодости, актриса имела плотный график съемок, где она воплощала на экране простых русских девушек. Ее рост 175 см, и длинная коса делали ее образы правдоподобными и запоминающимися. Одним из знаковых фильмов в карьере Раисы Рязановой, стал советский фильм «Один день» и «Вся жизнь», где она сыграла женщину, одиночку, воспитывающую сына в трудные послевоенные годы. Ее сын, Даня, часто сопровождал мать на съемочных площадках и даже получал эпизодические роли в фильмах. В 1972 году Раисе Рязановой была предложена главная роль Евдокии в фильме «Сказки «Золотые рога», режиссером которого был Александр Роу. Ее киноколлеги подчеркивали интересность ее образов и игры на экране. Знаменитым стал ее участие в фильме «Москва, слезам не верит», где она сыграла роль Тони. Режиссер Владимир Меньшов выбрал именно Рязанову для этой роли, и это решение оказалось верным. Фильм имел огромный успех и получил множество наград, включая Оскар. Однако после перестройки, актрисы с похожим типажом, как Раиса Рязанова, столкнулись с трудностями в карьере. Ее затишье продолжалось до 2000-х годов, когда начался бум сериалов. Для Рязановой это оказалось спасением, и она стала часто сниматься в многосерийных фильмах. За время своей кинокарьеры Раиса Рязанова сотрудничала с многими известными советскими актерами, такими как Юрий Назаров, Михаил Жигалов, Александр Числов и Лев Дуров. В 2019 году актриса снялась в сериале «Моя чужая жизнь», а в 2020 году в фильме «Паромщицы». Она продолжала активно работать в индустрии и радовать своих поклонников новыми работами. Раиса Рязанова не только оставила свой след в мире кино, но и воспитала сына, который также стал актером и продолжил семейную традицию. Но жизнь была несправедлива, и в январе 2020 года она потеряла сына Данила, который ушел из жизни в возрасте 51 года из-за тромба. Это была тяжелейшая потеря для актрисы, и она на некоторое время ушла из публичной жизни, чтобы пережить эту утрату. Раиса Рязанова останется в памяти не только как талантливая актриса, но и как сильная женщина, которая верила в себя и свой талант, несмотря на все трудности, с которыми сталкивалась. Ее вклад в российское кино бессмертен, и ее фильмы будут жить в сердцах поклонников, долгие годы. Своими ролями и талантом Раиса Рязанова оставила непередаваемый след в истории российского кинематографа. Ее способность вдохновлять и трогать сердца зрителей была и остается уникальной. Ее киноколлеги и поклонники всегда восхищались ее профессионализмом и теплотой, которую она приносила на съемочные площадки. Смерть Раисы Рязановой оставляет огромную пустоту в мире искусства и культуры. Ее жизненный путь и кинокарьера служат примером силы духа и постоянной веры в свой талант и себя. Она пережила множество сложных периодов в жизни, но всегда находила силы продолжать двигаться вперед. Семья Раисы Рязановой также испытала невообразимую утрату, потеряв сына Данила. Эта утрата была особенно тяжелой, и она останется в сердце актрисы и ее близких на всю жизнь. Несмотря на свои личные трагедии, Раиса Рязанова оставалась публичной личностью и продолжала приносить радость своим поклонникам, своими выдающимися работами в кино и театре. Ее последние работы, такие как сериал «Паромщицы» и участие в программе «Модный приговор», показывают ее неугасающий интерес к искусству и культуре. Смерть Раисы Рязановой это не только утрата для российской культуры, но и уход легенды, чей вклад в искусство будет жить и вдохновлять поколение актеров и зрителей еще много лет. Ее работы останутся вечными воспоминаниями о талантливой актрисе, которая воплощала на экране настоящее чувство и эмоции. В памяти и сердцах ее поклонников Раисы Рязанова навсегда останется как звезда, которая сияет на небе киноискусства. Скончание Раисы Рязановой оставило огромный горе в сердцах многих людей, и ее уход ощущается как утрата члена семьи или близкого друга. Ее фильмы и творчество останутся живыми и будут продолжать вдохновлять и радовать поклонников и будущие поколения. Она оставила нам богатое наследие, которое будет жить вечно, как и ее яркая личность. Семья Раисы Рязановой пережила множество трудных моментов, начиная от периода после перестройки, когда актрисы ее типажа стали менее востребованными, и заканчивая тяжелой утратой сына Данила. Ее сила и жизненный оптимизм являлись примером для многих, и ее способность оставаться сильной во времена беды заслуживает глубокого уважения. Раиса Рязанова также оставила след в публичной жизни, участвуя в различных телевизионных программ, где она делилась своим опытом и воспоминаниями. Ее интервью и выступления оставались источником вдохновения и мудрых мыслей для многих. Наследие Раисы Рязановой будет продолжать жить через ее кино и театральные работы, а также через те, кто продолжит ее творческий путь. Ее сын Данила и внук Андрей Перов следуют ее стопам, и их артистический дар будет приносить радость и вдохновение, как и талант их знаменитой бабушки. Сегодня мир потерял яркую звезду, но ее свет и тепло останутся с нами в ее работах и воспоминаниях о ней. Раиса Рязанова останется символом силы, стойкости и таланта, которые могут преодолевать любые трудности и оставаться с нами вечно. Раиса Рязанова, народная артистка России, оставила нам невероятно яркое наследие как в искусстве, так и в жизни. Ее жизненный путь, полной сложности и радостей, стал вдохновением для многих. Ее талант и профессионализм всегда были на высшем уровне, и она смогла подарить нам множество незабываемых ролей. Смело можно сказать, что Раиса Рязанова была воплощением русской души и женственности на большом экране. Ее образы русских девушек и женщин, ее теплота и неподдельная эмоциональность делали ее персонажей, особенно близкими и дорогими зрителям. Ее актерский дар, позволял погрузиться в глубокие чувства и переживания ее героев. Сильная женщина в реальной жизни и на экране, Раиса Рязанова всегда была примером, как преодолевать трудности и идти вперед. Она не только преуспела в кинематографе, но и воспитала сына, который, также став актером, продолжил семейную традицию и приносит радость зрителям своим талантам. Несмотря на тяжелые испытания, такие как утрата сына Данила, Раиса Рязанова оставалась сильной и продолжала приносить радость своим работам в искусстве. Ее последние работы, такие как сериал «Паромщицы» и участие в телевизионных программ, дарили нам возможность вновь встретиться с ее талантом и человечностью. Сегодня мир потерял великую артистку, но ее дух и ее произведения будут жить вечно. Ее фильмы и роли будут продолжать вдохновлять и трогать сердца зрителей поколения за поколением. Раиса Рязанова останется живой в нашей памяти, как талантливая актриса и вдохновляющая личность, способная преодолевать любые трудности и оставаться с нами в вечной памяти и в сердцах всех, кто любил ее и ее искусство.